Мы сегодня говорим об истинных причинах смерти Сталина. Михаил Никифорович Полторанин был председателем комиссии просекречивания архивов при Борисе Николаевиче Ельцине в ранге первого вице-премьера, это известно. Но даже сегодня у него на все эти темы никто за редчайшим исключением не получил. Моя мнение такое, грех так сладок, а человек так слаб. Поэтому, когда люди дорывались до власти, они спешили приватизировать то, на чем они сидели. Успеть. Успеть. Непманы ни черта не делали, а работали государственные предприятия, производили хлеб, мясо, мясокомбинат и так далее. Но на рынок этого магазина не шло, а это шло Непманом. Потом Непманы увеличивали цену на тысячу процентов, продавали это, у них колоссальные деньги накапливались. И тогда уже Зиновьев с каменем подняли вопрос о том, что пора открывать границы для банков. То, что сделали при Гайдаре. Ну, монополия банка государственного рухнула. Да, ну, банки там создали, деньги там перекачали, а потом здесь начали приватизацию, пошли деньги, все скупали. Вот это дело. Иосиф Сталин был убит в 1953 году. Ну, мое мнение и убеждение, что убит был, да. Что говорят архивы? Иосиф Виссарионович Сталин умер насильственной смертью. Лазар Гаганович, когда к нему в 1981 году приехал из Америки, стюарт Гаган, его племянник, и он ему надиктовал, как они убивали Сталина. У него племянница Роза была врач, в Кремлевской больнице. Мы дали ему таблетку, это вот таблетка, эквивалент сегодняшних таблеток, тромбоаз, для рожжения крови. Но если меняешь состав, то они становятся ядом, как крысиный яд. И он об этом ему рассказал. Каганович? Каганович сам хвастался. Так кто убил Сталин? Так слушай. Но я не о чем поверил. Потом было заявление многих деятелей, в том числе Энвер Ходжа, когда приехал к нему Микоян и выступил на конгрессе Энвер Ходжа, это руководитель Албании, и сказал, что руководители Советского Союза циничные заговорщики. Вот они сейчас ездят по миру, как Микоян, и хвастаются, как они убивали Сталина. Очень сильно были настроены против Сталина и боялись Хрущев и Микоян. Но раньше было 11 членов Политбюро, а Сталин решил увеличить до 35 человек. И причем сектори уходили. Приходила молодежь, лично призанная Сталину. Приходила молодежь, причем из хозяйственных структур, из правительства, да, знаменитый министр Байбаков. Молодой Байбаков становился членом Политбюро. Но прежде всего те наркомы, которые занимались экономикой. Конечно. Это не устраивало Старую Гвардию, Хрущеву прежде всего, Маленкова. Когда я полез смотреть, а что на самом деле было? Так что от нас скрывали? От нас скрывали, что Сталин был отравлен. Что это была спецоперация. К ней готовились. Потому что к этому времени уже было заменено несколько человек близких Сталину. Скажем, Паскребышева убрали. Власика разбирали. Власика убрали. Умер отравленный комендант Кремля Косичкин, который очень близкий был. Потом Берия заменил начальника Леч-Санупра, который отвечал за лекарства, за то-то. Возникла идея убрать Сталина у них тогда, когда открылось дело Госплана СССР. 46-й год. Познесенский. Потом его реабилитировали. И вообще Хрущев всех пореабилитировал. Тех, кого не надо. То есть заговоры были реальны. И Тухачевский заговор был реальный. Заговор реальный. И Вознесенский хотел власти. Есть справка. Члены ЦК, КПСС, ИГИТ, тогда ВКПБ, которым поручили проверить Госплан. Сталины доложили, что уходят документы в Америку. Комиссию создали. И комиссия стала изучать. Уходят какие? О запасах меди в Советском Союзе. Это государственная тайна. Это государственная тайна. Наши резервы, национальные. Да. Вот сколько у нас запасов, где? Медь, нефть. Кобальта тогда. Особенно их интересуют. Ну для обороны то, что ли. Да, для обороны. И эта совершенно секретная информация шла за кордон. Вообще эти документы уходили. Их не обнаружили. Именно из Госплана. И когда позвали Вознесенского, вообще всех этих ребят. А мы не знаем, кто упер там и так далее. И тогда уже Сталин подумал, что нужно в Госплане иметь комитет госбезопасности свой. Ему не удалось. Он это дело начал. А потом, когда его убили, так после него Хрущев не брался за это, а ввел уже Андропов. Он поставил туда генералу Устину, не тот маршал Устину. Умитрия Федоровича, другой Устин. И они там стали шестить. То есть утечка была реальной? Реальная утечка. Это доказано все. Тех документов, которые у нас раздевали. Трубопроводы, нефтепроводы. Те цели, для которых можно бомбить. А в это время, как раз, когда они эти документы брали, они разрабатывали план дропшот. Бомбежкой ядерными, зарядной. Странных бомб должны были ложиться на территорию Советского Союза. Они эти цели выбирали. Американцы уничтожают наши прииски, кстати сказать. Городы. Заводы. Да. Я здесь ничего не хочу говорить, но тоже есть вопросы. Американский план дропшорт и воровство утечка материалов из госплана при Вознесенском, которого Сталин тут же расстрелял, как и других руководителей этой организации. Воля. Только воля. Главная воля. Да. Ведь во время Сталина разборки были в Ленинграде, да? Когда разворовывало все там, да? Абсолютно. Это 27-й? 27-й год. И туда послали группу. Одну, вторую. Обнаружили, что все следователи погрязли во взятках. Что вот эти Непманы... Всех приватизировали. Всех приватизировали. Теперь за судей взяли, все судей погрязли во взятках, да? Прямо как вот сегодняшний день. Вот один к одному. И тогда 46 человек приговорили к расстрелу. Судьи, следователи и так далее. Остановило? Остановило. То есть смертной казни боялась Россия всегда? Конечно, смертной казни. И утихомирили. И не только в Ленинграде, а по Сибири прошли. То есть коррупция начиналась везде? По всей стране. Даже не начиналась. 27-й уж сколько? 10 лет революции. Да. Она уже свистела вовсю. Понимаешь? Латаранин был допущен к святая святым. Подвергать сомнению то, что говорит он, я не имею права. Но у меня есть несколько другие источники. В частности, сын и внук Берии. Здесь важно знать, что Анатолий Русовский титуллингом был редактором книги «Серго Берий». Да. Мой отец Лаврентий Берия. Да. Что говорил мне Серго? Какая атмосфера была в Политбюро в последний год жизни Сталина? Лаврентий Павлович говорил, что в Политбюро нет ни одного человека, который с полным правом мог бы сказать, я за Сталина. То есть его все ненавидели уже к 53-му? Его боялись и ненавидели. Это говорил сын Берии со слов своего отца. А как погиб, был расстрелян на самом деле Лаврентий Берия? Все ли было так, как рассказывают сегодня исторические источники? Мы и на этот вопрос сейчас дадим свой ответ. Версия нашей программы. Помнится, что когда умер Сталин, Берия, опять-таки это мне рассказал Серго, влетел домой и, потирая руки, сказал, вот теперь начнется. А чему он так радовался? Тому, что у него получилось? По всей видимости, он радовался тому, что намеревался эту власть захватить. То есть он победил этого человека, имя его Сталин, Сталин мертв. Он радовался тому, что Сталина нет. Берия в то время был самый сильный человек в Политбюро. Потирая руки и говоря о том, что вот сейчас начнется самое интересное, он имел в виду именно то, что и произошло. Почему Сергей Лаврентьевич и ты, его редактор, все это в книге не написано? Я думаю, что Серго не хотел говорить об этом специально. Боялся? Для того, чтобы не знали об отношении Берия к Сталину живому. Он не хотел, чтобы кто-то мог подозревать Берия в том, что он не любил Сталина. И это еще раз подтверждает слова, кстати, Полторанина. Если сопоставить то, что говорит Серго и сопоставить то, что говорит Полторанин, то подтверждение словам Полторанина будет именно эта фраза, которую сказал Лаврентьевич Берия сыну своему в день смерти Сталина. Был консилиум, когда ему стало плохо. Это вот на даче февраль. 28 февраля 53-го года. Члены комиссии, они сделали такую обтекаемую формировку. Написали, что инсульт, не отравление. Возможно, или он воду выпил, или он любил, когда читал книги, постоянно читал, он слюнявил палец и перелистывал. Может быть, вот так было сделано. Это неизвестно, но известно то, что когда взяли анализ крови и мочи, ну, во-первых, увеличена печень значительно. Это показано то, что отравление у человека. А лейкоцитов у него число увеличилось в 4 раза. Это выше нормы. Это выше нормы. Белые тельца, которые против токсинов сражаются. То, что у него началась рвота кровавая. И то, что у него была кожа покрыта такой ярко-розовый цвет. И с такими синюшными оттенками, там, подмышками. Когда делали анализ, это, в общем, химическое воздействие. То есть яд. Яд, да, химическое воздействие. Подчищали все эти документы. Там журнал болезни Сталина. До этого, там, журнал его обследования. Он был здоровый мужик. У него только начальная стадия гипертонии. И в коленках у него ревматизм был. И ничего больше. И ничего больше, да. А тут вот эти симптомы. И симптомы эти все показаны. Но отравлен он, не отравлен, не написано, естественно. Но был один человек. Профессор Русаков. Который принимал участие во вскрытии тела Сталина. У него группа была. Его группа. Да, он руководитель. А это же называется структура точного диагноза. Уточненного диагноза. И он написал записку начальнику леч Санупра. Это новому мужу, которого Берия поставил. О том, что Сталин отравлен. Причем отравлен цианидами. И, очевидно, синийной кислотой. И все симптомы отравления. Когда вскрыли, у него на дыхательных путях, внутри, там, слизистая оболочка была повреждена вот этими точками всякими. Именно синийной кислотой. Ведь много уничтожил документов Хрущев. А почему-то этот документ то ли не нашли они, то ли кто-то... Вот письмо о причине смерти Сталина, отравление. Да, то ли кто-то его специально... И осталось это письмо в особой папке. Да, в особой папке. И когда он подал записку, и этого человека, этот буквально через три дня скончался. Этот профессор. Русаков. Русаков, да. Но мало того, что он скончался, так его сразу квартиру обыскали, изъяли все бумаги оттуда. А получилось так, что или по недогляду, что вот эти все документы по Сталину лежат в одном месте, а вот это и бумаги этого профессора, они попали в другое место. Это почистили, а там не успели. И сохранил. Да, я его сам видел. Продолжение следует... Продолжение следует...